Русновости.ру Подъём! Восемь тридцать четыре, понедельник, седьмое ноября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Анастасия Аношко, ведущая программы, здравствуйте, Настя, с праздником вас, Настя! С праздником, с праздником, товарищи! С днём Великой Октябрьской социалистической революции! Всех с праздником, ребят, всех с праздником! Ура, погнали! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Это у меня получились охотничьи угодья хуже, чем сельскохозяйственные. Сельскохозяйственные существенно лучше, и там они представлены в Фейсбуке, ты можешь посмотреть, там поле есть очень зеленое. Поле видела, одно. Сатурейт это такое, одно, конечно, сколько. Они все похожи друг на друга. Они все похожи. Здесь был русский марш. В то время как белорусы мирно трудились, здесь был русский марш. И белорусы как раз были же изгнаны во время, ты знаешь, тех памятных событий. Так называемые поляки составляли ничтожное меньшинство. Это по существу была гражданская война, в которой Запад и Восток страны сошлись в бою. Восток страны был против Запада, и Запад был побежден. Запад, который включал в себя нынешнюю Белоруссию, нынешнюю Смоленскую, область Брянскую, Украину, украинские казаки. Украинские казаки об этом записи в церквях, вернувшись, пораженные в боях с русскими, восточными, вот с восточными русскими, то есть как бы западные русские против восточных русских. Потерпев поражение против Нижегородцев, в бою с Нижегородцами и с восточным русским ополчением, казаки, тем не менее, очень совестились. И они там, в украинских церквях, до сих пор находят историки записи о том, что они пудовые свечи ставили в складчину, пудовые свечи, за убиение душ христианских. То есть им было стыдно, что они здесь на Руси убивали в боях с Мининым и Пожарским. Они бились, но стеснялись, понимаешь, как бы вот так. А Мининым и Пожарский, наоборот, бился и гордился. То есть те бились и стеснялись, а эти бились и гордились. И которых нет свечей за убиение душ христианских, нифига не ставили. А с удовольствием бились, с огромным счастьем. Поэтому и праздник такой хороший. Выбили белорусов, выбили хохлов, выбили смолян, выбили брянцев, выбили их к чертовой матери, восвояси. Ну вот, и я удалился в Белоруссию, как раз поверженную в той войне. Смотри, что они там делают. Поверженную в той войне. Отведать сальцо. Отведать сальца и всякого такого вкуснятинки всякой, колбаски всякой. Ну вот. Слушай, это кто был на русском марше? Может быть, нам позвонят? 788-107-0. Тащи дорогие. С праздником! А у нас первые заворские, снег и лед. А у нас сегодня минус 7 было. А выезжаешь, интересно, минус 7 в одном месте. Потом проезжаешь на мостик. Минус 4. Потом опять минус 5. Температура скачет. Кто был на русском марше, ребят, давайте-ка поделитесь впечатлениями. Я, по правде сказать, был в поверженной и растоптанной тогда, и изгнанной во своясье Белоруссии. И сбежал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были на русском марше? Да, я был. Скажите, пожалуйста, а вы были в какой колонии? Насколько я понимаю, из 7 тысяч человек, которые были там представлены, колонн было несколько. Вы были в какой колонии? Ну, я имею в виду... В середине. А? Я был в середине. Подождите. Ну, вы были от фанатов, от дивизии СС «Мертвая голова». От кого вы шли? Нет, я шел от русских монархистов. От монархистов. А вот скажите, то, что люди разные туда собираются, например, Навальный, который демократ, как вы знаете, и по существу посланец Женечки Альбац, там одновременно дивизия «Мертвая голова», СС гитлеровская, одновременно идут монархисты идут, и так далее. То есть очень разные люди. Это вам не кажется, ну, несколько искусственным, нет? Ну, мы единое стремление навести порядок на этой земле. То есть вы согласны на такое союзничество? Да, мы согласны. Спасибо огромное, спасибо. Это союзничество не представляется противоречивым участнику русского марша, который нам сейчас позвонил. Оно не представляется ему противоречивым. Слушайте, а вот нашим слушателям, может быть, попробуем сейчас. 8.41 все равно нам минуту рекламы давать, ребят. Давайте-ка проголосуем. Значит, смотрите, вот там были очень разные люди. Там шел Навальный, демократ, отучившийся в США, и он, судя по демократическим средствам массовой информации, сейчас надежда демократического лагеря. Демократически либерального, друг Маши Гайдар и так далее, Навальный. Значит, рядом с ним шла дивизия СС «Мертвая голова», под знаменами дивизии СС «Мертвая голова» гитлеровская. Рядом шли язычники, русские язычники, которые категорически считают, значит, вот это все жидовская история христианства. Рядом с ними шли, значит, рядом с ними шли хорюгеносцы, которые обратно, наоборот, совершенно даже против язычников. Но одновременно, одновременно и против, как-то непротиворечиво у них выходит и против Ветхого Завета, уж заодно. Ну вот, значит, и так далее. То есть шли люди, как бы сказать, с разными идеологемами принципиальными. От СС до... Мы знаем, это было архистов. Домонар, нет, я бы противопоставил СС, я бы противопоставил СС, либералов-западников. Или либералы-западники непротиворечиво с СС сливаются, как там найти, значит, где там находится, так сказать, связочка, где? Ну вот, скажите, вам не кажется это несколько противоречивым? Вот это вот, ну, чуточку-чуточку противоречивым это шествие. 916-55-81, да, кажется. 916-55-82, нет, не кажется. 916-55-81, это хорошо. 916-55-81, это противоречиво. И вместе им не сойтись, все равно. 916-55-82, нет, нет, это очень правильно, что дивизия СС, гитлеровская мертвая голова, идет с Навальным. Это все очень правильно, и как раз это очень плодотворно. 916-55-82. А через минуту скажу вам результат. Подъем. Подъем, 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 закончить голосование. Как видите, я был убежден в этом результате. Настя, я доказывал вам это на летучке. Если чего-то сильно хочется, логика отступает. И 64,6% считают, что это нормально и правильно. 64,6%, ребят. Чтобы вы понимали, потому что логики нет. Когда ребенок хочет варенья, он начинает говорить правду, лгать, выдумывать несуществующие аргументы и так далее. Смысл главный. Ему хочется варенья. Поэтому не надо слушать ни логику, ни идеологию, ничего не надо слушать. Есть некое томление душ. И 35,4%, 35,4%, чуть более трети, смотрите, чуть более трети, полагают, что это противоречивое очень нашествие. 64,6% не видят никаких противоречий в том, что Навальный, дивизия СС, мертвая голова, анархисты и язычники, простите, не анархисты, а монархисты, смотрите, монархисты, хоругвеносцы, которые за Христа, как я понимаю, несут хоругви, язычники, которые считают, что это жидовская зараза, значит, христианство. Значит, дальше. Все вместе они идут, все вместе. Монархисты, которые хотят вернуть государя императора. Значит, тут же идут либералы-западники, закончившие, значит, всевозможные курсы в Соединенных Штатах. Тут же идут эсэсовцы. Тут же идут болельщики, которые просто скандируют в ритме сексуальной агрессии делать с Кавказом, делать, делать там и так далее, что-то делать с Кавказом. И все это вместе прелестно, полагают, 64,6%. Ну, что вам сказать, кроме того, что вы, вероятно, интеллектуальные ублюдки? Нет, нельзя так говорить слушателю? Нет, они же помнят, какой они номер. А наоборот, 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 вы молодцы. Все, вы молодцы, дайте песенку послушаем. Все, хватит. Мы послонцы предыдущей весны, Нам шагать по дорогам лучистым, Нас сквозь злобы нести, Знания нашей страны, Славу наших отцов, аммунистов, Верем с аммунистов, Примеры гордую клятву даем. По Ленинским будем служить в моей общине, Мы дети советской страны, Мы ленинским правдиверным, Мы пионеры, Вперед с аммунистом пример. Песни горда мы слышим сейчас, Глазный голос октябрьского ветра Учит мужесть у нас, Учит верность и нас, Коммунисты 20 века, Верем с коммунистов, Примеры гордую клятву даем, По Ленинским будем служить в моей отчизне, Мы дети советской страны, Мы ленинские правды верны, Мы пионеры, Вперед с аммунистов, Примеры гордую клятву даем, Мы по солнцу сверяем маршрут, Верем в нашу мечту беззаветно, На борьбу и на труд нас по жизни ведут, Коммунисты 20 века, Вперед с аммунистов, Примеры гордую клятву даем, А Ленинским будем служить в моей отчизне, Мы дети советской страны, Мы ленинские правды верны, Мы пионеры, Вперед с аммунистов, Примеры, Вперед с аммунистов, 6 тысяч человек призвал выйти на марш и так далее, Смотрите, марш возглавил Демушкин, Обвиняемый в разжигании Разжигание межнациональной розни, Так, дальше, Секундочку, Сразу после этого маршировали Православные хоругвеносцы с казаками, Которые кричали «Слава Христу!» Слава Христу! Потом, значит, Это идет Навальный, Хоругвеносцы «Слава Христу!» Потом, значит, Идут футбольные болельщики, Которые кричат матом Совокуплять, Крыть Кавказ, Крыть, ну, как-то так, Ну, матом, простите, Значит, кричат болельщики, Потом идут Потом идут Какие-то школьники Несколько десятков школьников С криками «Убей антифу!» Убей антифу! Значит, потом Еще идут Неоязычники Еще раз, внимание, Которые категорические противники Хоругвеносцев, Как вы понимаете, Потому что язычники считают, Что зараза Вот это вот, так сказать, Христианство, Она испаскудила Русь. Улыбчивые белокурые девушки В льняных платьях Вытаскивали Столпы бредоголовых В куртках Кружились с ними В хороводе Ну, вот Если в кране нет воды, Воду выпили жиды Они еще пели Язычники Потом шли Под флагами Дивизии СС Гитлеровской дивизии СС Мертвая голова Нацисты Значит, дальше В Петербурге На аналогичном шествии Выступал Лидер организации Шульц 88 Это значит Шульц Хай Гитлер 88 Это Хай Гитлер Хай Гитлер Значит Выступил Дмитрий Бобров И так далее То есть здесь Ну, как видите Были представлены Очень разные люди Да, правда же? 8.51 Поехали дальше Русская служба новостей Русновости.ру Что же пастушок Поехали В райе Поехали В рай подруг Сережа Все век В рейт на рай разжёк Девять часов, три минуты, понедельник, 7 ноября. Здравствуйте, Великий Город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей! Анастасия Аножко, ведущая программы «Здравствуйте, Настя!» Здравствуйте, Великой Октябрьской социалистической революции! Погнали музыку послушаем! Новый день берет свое начало На бескрайних улицах Москвы Никогда у неба не бывало У нас такое влюбленные синие мы Лето, солнце, озарены Лето, правды своей силы Наша родина, революция Деи истинные мы верны Наша родина, революция Деи истинные мы верны Мы в труде и подстирали волки Рукотворно верим чудесам И встанет все дороги дороги Если их правда ладо за весна Солнце, позарены Главы своей силы Наша родина, революция Деи истинные мы верны Наша родина, революция Деи истинные мы верны Подстирали волосы И улыбкой чистой и открытой Отсвечаем праздничный парад И от счастья светятся армии, и друзья, которые завлетят. Время, солнце, пожаре ты, в правде своей силы, Наши роды на революция, где единственные мы верны. Наши роды на революция, где единственные мы верны. Время, солнце, пожаре ты, в правде своей силы, Наши роды на революция, где единственные мы верны. Наши роды на революция, где единственные мы верны. Пахмутово, да-да, Пахмутово. В Москве за ночь опять жгут машины, еще три машины, но дело в том, что жгут не только Мерседеса, жгут микроавтобусы Шевроле, Ауди, Мерседес, но и вполне себе дешевые машины. За поджог автомобилей задержали пять хулиганов. В ночь на субботу пятого... Еще пять гаражей. Еще пять гаражей сожгли. То есть люди ходят, красного петуха пускают. Кто это? Есть ли у вас какие-то данные? Послушайте, что известно. Задержали пять хулиганов, они облили бензином и подожгли Мерседес на Воронежской улице в Москве. Автомобиль выгорел полностью. Судя по металлу этого автомобиля, я его вижу, это старая машина. Это не новый Мерседес, это старый Мерседес. Это не такой Мерседес, на который ездят богатые. Это Мерседес, на который пятилетний пригоняют из Германии. Какая-то старая ешечка, наверное, или ц. Значит, это один из подростков предложил делать. У него есть товарищи, учащиеся столичного полиграфического колледжа, или колледжи, как вы хотите, и девушка там была. Значит, вот я читаю по livenews.ru. Девочку удалось задержать только вечером. Днем она участвовала в русском марше в Люблине. Она ходила. А во время акции она стращила смс-ки своим подельникам и рекомендовала затаиться. То есть они запланировали ночью жечь, а днем она пошла на русский марш, а подельники не ходили на русский марш. Поэтому она их смс-ками засыпала. Это теперь очень очевидно, потому что милиция... Уже не маленькие, еще детки. Они там 95-го года есть, парень. 95-го года рождения. Да, они действительно... То есть они слушаются мамочку 20 мальчиками. Они слушают мамочку, да, ей за 20. Она руководила этими мальчиками. Девушку, значит, свинечка. Но она неосторожная девочка. Она смс-ки им писала, а потом, когда ее вычислили, оказалось, что смс-ки ее изобличают. Ее выманили и задержали у одной из станций метро на юге столицы. В телефонах задержанных оперативники нашли другие видео, на которых запечатлены поджоги московских рынков и одного из отдела полиции. Понятно, да? В отношении поджигателей возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 167 «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Мы стоим на пороге войны вот этих красных петухов? То есть они будут... Ну, вот если по прессе судить, то сейчас пишут, что это просто хулиганы, у которых никакой идеологической проблемой... Точно, уверен, что это не так. Я уверен, что это не так. Ну, вот разуверьте меня. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, тебе, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вот если полковник ССО получает 10 тысяч, это сколько он будет получать и это в следующем году. Не знаю, точно, не знаю, не знаю. Сейчас калькулятор не под рукой. Я думаю, что он... Сколько это будет получать в следующем году? Слушайте, сколько бы он не получал, послушайте вы про полковника МВД, который трехкомнатную квартиру купил за 9 тысяч рублей. Вы что, ребят? Какая разница? За 9 тысяч, тебе говорю. А, это вот... Ну, за 9 тысяч. Какая разница, сколько он получает? Вот объясни, пожалуйста, сколько он получает? Какая разница? Пусть он получает 2 рубля. Не имеет значения, сколько он получает. Нет, генерал, простите. Генерал МВД купил квартиру 106 квадратных метров на Смоленской набережной, Малой Новопесковский переулок, дом 8. 106 метров, Малой Новопесковский, Смоленская набережная. Купил квартиру за 9 с половиной тысяч рублей. За 9 с половиной тысяч рублей. Понятно, да? Какая вам разница, сколько у него зарплата? Да, ребят, вы что, ребят? Ну, что, маленькие же все? Какая вам разница? Ну, пусть у него зарплата будет 10 тысяч рублей. Как раз каждый месяц можно купить квартиру элитную 106 квадратных метров. И будет хорошо все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да. А можно про русский марш? Нет. Мы говорим сейчас о поджогах. Мы же говорили полчаса о русском марше. 7,8,8, 7,8,8... 7,8,8... Я понимаю, тема не исчерпана. Спасибо, что обратили мое внимание на это. Тема не исчерпана. Безусловно, точно будем продолжать. Будем... Да, мы следим за этим. Чего? У нас довольно много здесь... На Аэросцен довольно много приходит гостей, которые об этом говорят. Вы слушайте просто нас, ладно? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. По поводу поджогов. Да. Владислав. Да. Мне интересно, а вот те машины, которые подожгли, какой национальности те водители, у которых сгорели машины? То есть вы хотели бы здесь проследить, да? Вы считаете, что это война национальных, этнических банд? Более того, я по тому же русскому маршу, по другим как бы предыдущим событиям с теми же футболистами считаю, что в России сейчас это будет очень сильно разгораться. Думаете, основная такая струна напряженная это? Да. Спасибо. Вот Владислав полагает, что следует искать это какая-то война, уличная война этнических бандитских группировок. Ну, фамилии имена владельцев не перечислены нигде. Фамилии имена не перечислены. Фаграфи их тоже нет. Но богатыми их сильно не назовешь, потому что еще раз, Мерседес весьма себе поддержанный, очень даже поддержанный. 788, такой старенький Мерседес просто, попросту говоря. Алло, здравствуйте, наслушаю вас. Добрый день, Денис. Здравствуйте, Денис. Ну, вот если вы смотрели фильм «От 180 и выше», там был такой момент, когда тоже школьники и студенты там ходили, вот бомбы вот эти вот взрывали. Вот. На самом деле идеологии как таковой у них возможно и нету, просто пересидели дети в социальных сетях, придумали себе какую-то скрытую войну, тайную угрозу. Да. Вот. Естественно, лидер у них есть, не самый старший, это не факт. Да, да, ну вы видите, то есть вы пока не прослеживаете идеологемы, это какие-то дети... Нет, я думаю, знаете, родители ходят на кухне, мама ругается, папа ругается, вот такая ситуация. Послушайте, а какие это семьи? Это семьи где... Эти семьи вполне могут быть обеспечены, потому что... Могут быть обеспечены. Насколько обеспечены? Должно быть... Средний класс, средний или богатый? Средний или богатый вопрос? Ну, у богатых они будут делать это просто потому, что их друзья это делают, вот. Им делать нечего, у детей все есть, как бы и скучно очень жить на самом деле. Что говорит этот ребенок дома? Он говорит, папа, скоро новая ML-ка выпускается, надо бы не пропустить записаться у дилера «Мерседес». Или он говорит, спасибо, папа, что подарил мне Камри. Или он говорит, мама, спасибо, что положила 150 рублей на телефон. Он говорит, спасибо, что интернет оплатили, как бы, потому что там есть мои друзья. Я понял, я понял. То есть 600-650 рублей, понятно. Значит, понятно, да, потому что ребенок может быть разный. Ну, конечно. Ребенок говорит, мамочка, спасибо, что положила 150 рублей на телефон. Ребенок говорит, папочка, спасибо, что Камри классная тачка. Или ребенок говорит, пап, надо не пропустить, ML-ка скоро новая выходит, надо записаться. Ну, потому что первые ML-ки, когда пойдут, будет ажиотажный спрос, и будет тяжело купить. Надо как-то договориться, может быть, сходить с кем-то, с директором какого-нибудь автоцентра, дилера в ресторан, как-то, ну, так сказать, там, подмазать как-то. Понимаешь? Вот, то есть это может быть очень разный ребенок. И все-таки какой? Ладно, все, через минуту, через минуту продолжим. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Сергеем Даренко на РСН. Сейчас мне написали, написал человек, который говорит, Мерин сожгли у моих дальних родственников. Сейчас попробуем расспросить, ребят. Сейчас попробуем расспросить, потому что если родственники, но они там обменялись мнениями. Вот, Мерин у кого сожгли. Сейчас заодно узнаем все. Алло. Сейчас. Вот, нам пишут еще, что сожгли у знакомых газельку, у хорошего русского парня. У него теперь больше нет работы. Газельку сожгли, а он на ней работал. Его личная была газелька. Так, так, так. Ну вот, наоборот, теперь не берет трубку человек, который нам написал, что он точно понимает всю ситуацию, поскольку Мерин сожгли у его дальних родственников. Я так понимаю, что раз вы не берете трубку, это отказ, да? Ну, в смысле, вы не хотите говорить. Ну, вы знаете, но не хотите говорить. Ладно, потом днем не из эфира мы вам позвоним. Может быть, вы дадите для новостей какую-то более развернутую нам информацию. Так, спасибо за музыку. Будет еще музыка, сегодня играем. Да, праздник, сегодня же большой праздничный день. Сегодня годовщина Великая Октябрьская социалистическая революция. Ребят, всех с праздником. И я пою вместе с вами, я возношусь, я парю, я пою, я пою. Я кувыркаюсь в воздухе от счастья, что сегодня я с вами и вы со мной в этот большой день. День Великой Октябрьской социалистической революции. Ура, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. С праздником вас. С праздником, с праздником. Вы знаете, я хочу высказаться по поводу поджогов. Мне кажется, что все-таки это планированные акции, хорошо спланированные акции. И за этим стоит далеко не тот мотив, который они преследуют. Ну вот, подождите, то есть есть скрытые мотивы. Скрытые или неосознанные, или неосознанные. Вы же все понимаете. Подождите, ну давайте. Неосознанные, скрытые. Выборы через месяц. Да. То есть это есть некая тревожность, есть некая тревожность, да? Конечно. Нужна некая тревожность, и тогда? Конечно. Нужно дестабилизировать общество. Так. Какие-то вот такие акции. А вы знаете, я вам скажу такую штуку. Если вы вспомните предыдущие выборы, например, 2003 год. Я очень хорошо помню, потому что я там ездил, агитировал, да? Вот борьба с оборотнями в погонах и всякая фигня начиналась с сентября. И я вам скажу почему. Потому что сейчас бы уже надо было бы эпилог писать. То есть, так нет же, вот поздно сжигать сейчас. То есть сжигать надо в сентябре, а в ноябре разоблачать и писать эпилог. А сейчас рано начинать. Поздно, простите, начинать. Уже чуть-чуть осталось-то. Меньше месяца. Не знаю, мне как-то никогда не поздно начинать, чтобы общество, знаете, разбудить таким образом. Для того, чтобы начинать, надо успеть завершить. Не успеют за три недели завершить. Вы думаете? Ну, не могу с вами спорить. Если бы я планировал... Послушайте меня, злодея. Послушайте меня, злодея. Если бы я планировал, я бы весь сентябрь поджигал, весь октябрь бы искал, а весь ноябрь бы судил. И тогда бы у меня был триумф. Выкатывался бы к выборам, выкатывался триумф. Это бы большой процент доверия к власти. Да, да. А так ни хрена триумфа не будет. Значит, это деструкторы могут быть с другой стороны, не со стороны власти, нет. Ну, а может, они метят к президентским выборам, кто узнает? Раскачиваться так. У них промежуточный декабрь очень важен. Очень важно, абсолютно важно. Нет. Я бы весь сентябрь бы поджигал бы, весь октябрь бы искал бы, понимаешь? Телевизионные группы бы ночами в милицейских машинах бы курсировали и так далее. А весь ноябрь бы я судил бы. Судил бы. Так вот, ноябрь начинает... Значит, с точки зрения власти, это дико невыгодно. Дико невыгодно. Потому что выгодно, как я рассказал. А это делают деструкторы, которые, наоборот, валят власть. Это против власти. Смогут ли они таким образом? Ну, как бы хоть чуть-чуть. Ну, а что ж, ну, укусить чуть-чуть. Ну, а что, почему нет? Ладно, вот что. У нас праздник, правильно? День Великой Октябрьской социалистической революции. И мы сегодня, как в любой праздничный день, слушаем песни. Ура, поехали. Эх, хорошо станешь советской жизнь. Эх, хорошо стану любимым быть. Эх, хорошо станем полезным быть. Разве нас тут гордостью носить. Перед землю решительным шагом Помнит твердо завет и отслов. Зная день, лишь ответ боевой, наш привет. Будь готов, будь готов, будь готов. Пусть готов всегда востров. Пусть готов день и ночью и днём. Чем смелее идёт наши цели, Тем скорее победе придёт. Чем смелее идёт наши цели, Тем скорее победе придёт. Эх, хорошо пойдём от вас, не встать. Эх, хорошо и на луну смеет вас. Эх, хорошо все книжки прочитать. Все им порты мира берегнать. Перед нами все двери открыты, Двери будут наукой вольтсов. Зная день, лишь ответ боевой, наш привет. Будь готов, будь готов, будь готов. Пусть готов всегда востров. Пусть готов день и ночью и днём. Чем смелее идёт наши цели, Тем скорее победе придёт. Чем смелее идёт наши цели, Тем скорее победе придёт. Эх, хорошо стране советской жизни. Эх, хорошо страну любимых мы. Эх, хорошо стране победы. ПЕСНЯ В понедельник сегодня выходит в свет журнал «Эксперт» тема недели «Исследования и разработки». Что не продается, то разрабатывается. Российский бизнес почувствовал вкус к инновациям. Причиной тому завершение базовой модернизации во многих отраслях и возросшая конкуренция на мировых рынках, на которых опять в моде увеличение расходов на неокр и падающая маржа традиционных продуктов. Об этом обо всем сегодня в «Эксперте», про кредиты и бизнес, про средний бизнес тоже очень много всего. А впрочем, газеты в основном указывают нам на Грецию сегодня. Как ни странно, даже российская газета начинается с первой полосы, с описания обстановки в Европе, точнее в Каннах. Там проходят совещания соответствующие европейских глав. Еще сейчас уже стало известно, что Папандре ушел в отставку, что в Греции будет новое правительство вытаскивать Грецию из старых долгов. И вообще ситуация в Греции о том, чем все это может кончиться для Европы, для единой Европы, если Греция все-таки, например, выйдет или развалит, сможет развалить еврозону. Об этом сегодня практически во всех газетах есть статьи, довольно большие. Кроме того, конечно, все газеты по итогам выходных рассказывают о том, как прошли праздники, День народного единства, а также мусульманский праздник Курбан-Байрам. Вчера 170 тысяч человек, мусульман, вышли на улицы города для того, чтобы, собственно, отпраздновать и помолиться вместе. Московские новости при этом делают заголовок такой. Мусульмане России хотят быть опорой действующей власти. Через два дня после праздника Народного единства, который ознаменовался акциями русских националистов, вы знаете, русский марш прошел в Люблине, Россия отметила мусульманский праздник Курбан-Байрам, День жертвоприношения. Год назад в этот день Москва была шокирована сценами забоя жертвенных баранов на улице у мечети в Отрадном, но на этот раз все прошло практически без эксцессов, хотя, судя по заголовкам, что-то-то все такое похожее было. Кто-то, видимо, куда-то баранов приносил или приводил, но тогда кровопролитие, видимо, не дошло на глазах у людей. Еще сегодня указывают московские новости на то, что, несмотря на прибавку к зарплатам учителя, все равно этой прибавки особенно не заметили, потому что очень выросли сильно коммунальные платежи. Обиженные и оскорбленные дольщики, обманутые Южного Тушина, теперь готовы уже все, заселиться практически все на Люберецкие поля Айрации. За последний месяц увеличилось количество желающих заселиться в Люберце более чем на 100 человек. Вот как можно людей довести. Смотрите, это московские новости. В МК сегодня история на первой полосе, которая, я рискну предположить, займет, скорее всего, в ближайшую неделю все, может быть, первые полосы или телевизионные всякие ток-шоу. Семья в Ярославской области с детьми, 4 человека детей, поехали жить в деревню. Надо сказать, что переехали они сами туда из другой деревни, то есть даже не из города. Детей они обучают сами, занимаются, как они это называют, самообразованием. И вот теперь органы опеки пытаются отнять этих детей у семьи, чтобы все-таки реализовать право детей на обучение в государственных учреждениях. Надо сказать, что люди эти, семья это совершенно никакие. Вот я почитала комментарии самого главы семейства к репортажу на телеканале РЕН, который вышел с большими неточностями. Он все это, соответственно, расписывает Михаил, глава семейства, объясняет, где были неточности. Но удивление действительно разумный человек. Вообще до 2005 года он работал в информационном отделе Мосводоканала. Вообще там довольно образованные люди. Ему 43, жене его 41. Детям, соответственно, старше там около 17 лет, я так поняла. И сыновья. Живут они натуральным хозяйством, и вот теперь у них пытаются забрать детей. Судя по всему, грядет большая разборка. Давай это обсудим с нашими слушателями вот после обзора печати, Настя, обязательно. Да, да. Обязательно не упустим. Ладно, ты готовишься к докладу тогда. Хорошо. Ты будешь делать доклад. Давай. Еще по поводу заморозков. Я хотела сказать, вот сегодня статья «Не остыть к людям». Анастасия Мальцева в «Новых известиях» хотела сделать замечание. Что к людям? Собакам пить нечего. Пойми ты, снега еще нет, а лужи замерзли. Что пить должна собака, объясни мне? Ну, как же, а теплотрассы кто отменял? Воды нет, я тебе объясняю. Воды нет. Теплотрассы что-то несут? Воду, что ли? Ну, речки есть. Ну, хорошо, давай тебе про людей скажем. Я думаю, что собакам тоже не очень хорошо. Пока снег не выпал, что им пить-то? Лужи замерзли, а снега нет. На ленте сегодня было сообщение в 37 минут. Первых два человека погибло до минус 10. Сколько? Первых два за эту ночь. Вот. Минус 10 была температура. Так вот, сейчас, если вы хотите как-то помочь, можете на сайт наш РусНовости зайти в блогах. У меня в блоге там есть вся информация, куда, как можно... Доктору Лизе, доктору Лизе, я уже лично знаю людей, которые уже, повинуясь зову Аножки Анастасии, уже собирают, у меня, например, отобрано две куртки, чтобы ты знала. Отобрано у меня две куртки. Пожалуйста, нет, я счастлив, о чем ты говоришь? Ну, ладно. Одна еще флисовая куртка отобрана у меня уже, для твоих бездомных. Нет, от новых известий. Аножка общественница. Что? Да, 9.30. А ни одного телефона нет. 9.30. Новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе. Новостей. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Наш СМС. Смотрите, МКАД внешне от Можайки летит пока до Ленинского и далее. Пробка на внутреннем до Ленинского и на нем же в центр, пишет нам Сергей Заденцова. А всех-всех-всех с праздником. С праздником, с днем Великой Октябрьской Социалистической Революции, ребят. Я сегодня очень праздную, очень праздную. Сергей, еще пара таких треков, и я счастливлю КПРов, пишет Фрогги. А? Да, что, 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 что? Семейная пара в Красноярском крае из ревности зарезала двух сестер. Семейная пара в Красноярском крае из ревности зарезала двух сестер. Я не понял, чьих сестер? Я тоже сначала не сказала. Нет, чужие были сестры, просто они вместе пили. Приревновав сестер к супругу, стал наносить ему удары ножом. Женщина, потом к ней присоединился муж, который также стал резать девушек ножом. После этого они поместили потерпевших в багажник автомобиля и, приехав в дому, оставили в нем. Там багажник. Одной 16, второй 20. 16-летняя на смерти, 20-летняя выжила. 16, другой 20. Это девочки, а супруге сколько лет? Супругам по 24. Супругам по 24. И 24-летняя женщина решила, что 16-летнюю нужно зарезать, потому что... Смогу. Ну, по всякому глядя, уж как не посмотри, а все-таки надо зарезать. Ну, вот это Россия, 21 век. Хорошо, обратимся взглядом чуть-чуть назад. Настя сейчас выступит с закладом по школе, потому что каких-то детей отнимают из-за того, что они в школу не ходят. Слышишь? Я тебе специально вот ровно, Настюха, ровно для тебя музычку подобрал. А? Смотри, как все. Хорошо. А? В первой погожей сентябрьский день Робко хладил я подсветные своды Первый учебник, первый курок Как так начинаются школьные годы Школьные годы чудесные Дружбые с книгами и с песней Как они быстро летят Их не воротишь назад Разве они пролетят из следов? Нет, не забудет никто никого Школьные годы Вон на груди алый галстук расцвет Юность бушует, как вешние годы Скоро мы будем вступать в комсомол Так продолжаю за школу Посмотри, Настя, в твоей новости В твоей новости отбирают детей и лишают родителей Родительских прав за то, что они не водят ребенка в школу С отдаленного хутора Я только что был в Белоруссии И я посетил Колю Рыбачка Колю Рыбачка на озерах Севернее Минска 170 километров севернее Минска Коле Рыбачку вдруг насыпали дорогу грунтовую Грейдерами разровняют А он там один живет Один Послушай меня Один Колю Рыбачок На озере Значит, он говорит А я не знаю Он такой забулдыга Мы с мужиками к нему поехали В смысле, он нас рыбой угощался Он, я не знаю, что это Какой-то ДЭО, РСУ Приехали, дорогу насыпали Да я не знаю, что это Я говорю, а зачем тебе дорогу? Ты просил, ты прокачивал, давал взятки Он говорит, ничего не давал я взяток Они приехали, сделали что-то это И уехали Слышишь? Он говорит А я говорю, а для кого? Для тебя не будешь дорогу? Ну да, для меня Тут же ко мне три раза в неделю Автолавка хлеб привозят Ну знают, что я здесь живу Так это для автолавки дорогу делают И фонарь поменяли Хороший новый фонарь повесили Чтобы вокруг его дома был свет Личного дома Да Да Субтитры создавал DimaTorzok Никто не погнал Шпортые горы Ну слушай, подожди, я беру Ну это как-то очень лирично для меня Слишком лирично Слишком лирично Дай выберем что-нибудь боевое Какое-нибудь ядрическое Что-нибудь побоевее Давайте, хоть марш Ну вот это значит нет Дождь, марш у меня есть У меня есть марш веселых ребят Но это наверное тоже не то А вот есть товарищ песня Есть офигенское Есть Гайдар шагает Ну Гайдар Гайдара, Гайдара, Гайдара Гайдара в 10 поставь Я хочу до Гайдара в 10 Нет Слушай, товарищ песня Это товарищ песня Вот это офигенское речь Мне кажется, потом Сейчас какое-то время Подожди Значит, в Белоруссии Внимание, я тебе расскажу про Белоруссию В Белоруссии живет Коля Коля около 60 Он рыбак Он промышляет рыбной ловлей Сельсовет про него знает Что Коля отказывается Переселяться с хутора Поэтому к Коле Государственная автомобильная лавка Приезжает 3 раза в неделю Продавать ему хлеб, крупы, масло И все остальное Государственная, не частная, нет Которая обязана приезжать Кроме того, для этой лавки И для Коли Зимой трактор Чистит дорогу Кроме того Осенью и весной Специальные дорожные службы Коли на хутор Делают хорошую дорогу Из гравия с песком Песчано-гравийная смесь ПГС Понятно, да? Да И разравнивают Потому что к нему ездит лавка И может поехать Считается скорая помощь У Коли нет машины У Коли нет машины И не будет никогда И он не собирается Но если и когда вдруг пришлось бы ехать скорой помощи Государство обязано поддерживать в приличном, хорошем состоянии дорогу к Коле Кроме того, к Коле надо поддерживать снабжение И медицинскую помощь И свет Коля показывал нам, считая чудиками людей Он сказал О чудики Я же дома в основном сижу Которые поставили ему фонарь С огромной лампой Которая освещает Жизнь вокруг Коли А именно собачку по имени Дружок Значит Коля говорит Ну чудики это Я слышу я это А как выключить Я и не знаю Потому что они выключают централизованно Освещение хутора Входит в планы белорусских властей Потому что это, по их мнению Человеческая, а не скотская жизнь Понимаешь, да? Да Он никогда не давал никаких взяток Больше того, он считает их чудаками То, что они его так обеспечивают Он считает, что они чудаки Понятно, да? Да Смешные чудаки Вот ровно созвучно с вами выступает Вот этот отец семейства Михаил Расскажи, расскажи Который говорит Ну там им выставляют вину, что они детей не водят в школу Значит, это случай из Белоруссии был То, что я сейчас рассказывал Сейчас в России Россия Ярославль Под Ярославлем Точнее Пытаются отнять детей и лишить родительских прав Родителей Да На основании того, что они живут на хуторе Да, насчет того, чтобы Да, да, да Вот смотрите Там органы опеки заинтересовались Живут люди Не то, что Да, они даже не на хуторе Они живут в деревне Но которая брошена Она брошена То есть там никто не живет Но она существует Они там зарегистрированы Они не отказываются платам От государства и так далее Им выставляют вину, что у них отсутствует медицинская помощь Они там с детьми удалились Кстати, ближайшие соседи в радиусе двух километров от них живут Мне так уж не совсем сказать, что большинники Ну, как у Коли в Белоруссии Как у Коли Они друг с другом и с пришельцами Что пишет Михаил На удивление интересный человек Вот я читаю его разбор, собственно, материала Он говорит Отсутствие медицинской помощи в деревне Ладейке В скобках А заодно Рекше, Шерстневе, Взглядово, Пономареве, Котово, Слободя Там, как мы понимаем, люди тоже живут Нигде нет помощи И даже в селе Шаготь есть Фельдшер приезжает несколько раз в месяц И вряд ли можно ставить в вину жителям этих населенных пунктов Это скорее недоработка местной администрации Минздравсосразвития Отвечает Михаил Совершенно справедливо Обращаю внимание, что если нет Так у него детей отнимают? Отнимают, пытаются, да По крайней мере, сейчас шум идет И органы опеки проверяют И делают запросы в прокурорном возрасте А он детей научил грамоте Подписаться Пальчик прижать сначала к чернилам А потом пальчик прижать к документу Тут начинаются юридические коллизии Есть журналистский слог, как мы понимаем Где пишут Вот сегодняшняя МК Конденционная очень статья Называется Отшельники не пускают детей в школу Так Вот, то есть не пускают Дети просят, а их не пускают Отшельники Отшельники, да Злобные Злобные Конечно же, если почитать, внимательно посмотреть То все не так По законам Российской Федерации Родители по Конституции Должны обеспечить своим детям Образование Ну в смысле, они должны заботиться Во-первых Они делают в этой связи что-нибудь? Они все делают Обрисуйте, пожалуйста, Анастасия Эдуардовна Они изучают историю России по Ключевскому Что ты говоришь? Они занимаются форте, пьяно Учатся петь и ставить руку Не просто досуг То форте, то пьяно То форте, то пьяно Да Они читают книги Вечером вслух Вместе Каждый ребенок выбирает То, чем ему больше нравится заниматься Там старший сын больше на фортепьяно А младший, там, десятилетний Очень любит вязать, например В том числе и обучается навыку Все ведут Вот это вот Натуральное хозяйство Умеют читать, писать Короче говоря Родители там Так оставить им детей или что? Оставить, конечно Оставить Их лишают родительских прав Об этом через минуту Погнали Подъем Сергеем Даренко Найросен Странная семейка Странная семейка В Ярославской области Они учат детей фортепьяно Чтению Еще чему-то Во время бодрствования Он говорит Мы с детьми постоянно Мы с детьми постоянно Мы не в школе Мы Это радостный труд родителей Напрягать свой разум Для доходчивых формулировок Видеть потом отдачу Он счастлив учить своих детей У него двое сыновей Верно? И еще двое дочерей И две дочери? Четверо детей Четверо детей Они учат их сами Они живут в Ярославской области Учат на фортепьяно Вязать Еще что-то Читать Писать История по ключевскому Они дневниковые записи Дневниковые записи Пересказ узнанного прочитывания Ролевой розыгрыш Они ставят пьески По пройденным темам Вчетвером Все вместе У них сейчас органы опеки Пытаются отнять детей Послушайте Можно наколоться на то Чтобы они правда Сектанты чертовы Может быть лучше им правда В пансионат куда-нибудь Сдать детей А нет Да нет Ну быстро Да 916-55-81 А ножка против 916-55-81 Сдать в пансионат Потому что мало ли Мы же должны Мы же государственным строительством Сами здесь занимаемся Верно Если мы для одних Сделаем исключение То и для других Надо сделать исключение 916-55-82 Нет Оставить Оставить детей родителям Сдать в пансионат 916-55-81 Если они не сдадут Их лишат Родительских прав И детей заберут Насильно Они живут В брошенной деревне Да Сергей Быстро говори Вы ставите таким образом вопрос Получается что Мать Потому что мы должны Не исключение исследовать А правила Нужно правила Потому что есть и сектанты Действительно опасные Нет Подождите Если есть сектанты опасные То вы это указываете И показываете опасность Любая страна Любая страна Любое общество В современном мире Крадет твоих детей Вы сами их отдаете Сергей У вас никто не крадет У тебя крадут детей И ты счастлива от них избавиться Это другой вопрос Все счастливы ведут в школу Государство всегда крадет твоих детей Оно хочет это сделать Оно хочет украсть Потому что государству нужны солдаты И свиноматки И свиноматки Которые будут рожать солдат Конечно Совершенно верно Спасибо тебе большое И большинство всегда счастливы будет Отвезти своего ребенка Конечно В сад, в ясли Как можно раньше Скажите как голосуют наши люди Наши слушатели 94,5 Оставить в покое этих детей 94,5 Ребят Вот что мы вам обещаем Мы РСН Мы пойдем по следу Послушайте Когда у деда Отнимали внука Совсем недавно Мы ввязались в эту историю Знаете да Мы ввязались в эту историю Жестко И деду вернули внука РСН По существу помогло Чем? Помогла Служба помогла РСН помогла Служба Русская служба новостей Значит сейчас Сейчас Мы пойдем по следу Этой истории И будем вас постоянно Информировать 94,5 Процента наших Слушателей Хотят чтобы Вернули Оставили вернее Детей Четверых детей У этой хорошей семьи Чтобы смотрели Не по параграфам Не по параграфам Чтобы смотрели А в глаза людям В глаза А не в параграфы Ясно? Вот куда надо смотреть В глаза Это достойные воспитатели Своих детей Это хорошие люди Им надо помогать А не мешать 94,5% Погнали Сегодня слушаем песни Сегодня праздник ПЕСНЯ 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 И зовет нас на подвиг, комсомольская дружба. И зовет нас на подвиг, комсомольская дружба. Комсомольский народ, с огненными местами, Не страшится все, комсомольский народ. Комсомольский народ, с огненными местами, И на роде другой, комсомолу не нужно. И зовет нас на подвиг, комсомольская дружба. И зовет нас на подвиг, комсомольская дружба. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров, Лев, здравствуйте. Лев, не шатка, не валка как-то, а? Ну, действительно, все-таки у нас каждый день идут сюрпризы. Сюрпризы идут со стороны Европы, Греции и, в принципе, остальных участников. Америка у нас отреагировала в пятницу, соответственно, снижением полпроцента. Нефтяные рынки, как говорится, показывают пока что рост. И довольно неплохое. Это, в принципе, окажет поддержку российскому рынку. Но у нас в пятницу, ну, в принципе, 1% за день. И еще немножко, но менее уверенно. Давайте скажем, что никому неохота сейчас лезть в рынок. Сидим в кэше и болтаем ножками. Потому что ничего не понятно в результате. Ну, да, на самом деле, действительно, все ждут решений. В принципе, они пока что, пока что те вещи, которые есть на рынке уже новости, они довольно противоречивы. Поэтому все воздерживаются от серьезных просто решений греки. Греки какие-то гадкие, я имею в виду. Сейчас я по-нашему по-троянски. Вы знаете, что я троянец. Мы с царем Триаприамом абсолютно осуждаем Грецию. Каждую минуту причем. А? И с Гектором. Все, спасибо большое. Это был Лев Быстров. Поехали дальше. Подъем. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Андрей Кашутин и госзакупки. Вот у кого все хорошо. Андрей, здравствуйте. У вас все хорошо? Добрый, Дарья Сергеевна. Здравствуйте. Да, как у вас? Индекс растет на фоне роста объема размещенного заказа. 367 пунктов плюс 10. Всего 17 тысяч лотов размещено. То есть 143 миллиарда рублей ждут своих поставщиков. Ага. Из самого интересного ожидаемых лотов. Давайте. Четыре лота по уборке дворов Бутырского района. В сумме на 115 миллионов рублей. Офисная техника в Минюст на 5 миллионов рублей. Ага. Цветочное оформление парка Фили на 1 миллион рублей. Канц товаров в главном архивном управлении города Москвы на 1 миллион рублей. И прекрасный лот. Выпуск и распространение российской газеты на 2 миллиарда рублей. Какая прелесть. Я думаю, это будет доверие на российской газете. Весьма вероятно. Да. Спасибо вам большое. Это Андрей Кашутин. Это единая электронная торговая площадка. Мы движемся дальше. РУСНОВОСТИ.РУ В 10 часов 3 минуты понедельник 7 ноября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Сотрудница почты под Волгоградом за полтора месяца прокутила 7 миллионов казенных краденых рублей. Она украла 7 миллионов рублей. Что бы вы сделали, если бы украли 7 миллионов рублей, Настя? Вот я смотрю, как она, все-таки она, конечно, нерочительная. Она приобретала иномарки, предметы роскоши, а также арендовала жилье. За полтора месяца она сумела истратить 7,5 миллионов рублей, которые украла. Черт, я бы украл, я бы украл и что купил? Вот я бы, например, за 7,5 миллионов рублей купил бы 7,5 миллионов рублей, я бы купил акции. Сегодня в пищевом секторе Москвы недооцененные. Они же у вас краденые. Деньги? Вот вы, конечно, вы же должны сначала брокера найти, это же не по-настоящему. А вот по-настоящему, вот вам сейчас, чемоданчики, кэшем 7,5 миллионов потратить, как? Мне кажется, однушечку в Москве купить и все, и жить в раунде. Однушечку в Москве? Я не буду подозривать. Ой, в Минске лучше купить, дешевле выведет. А сдать, как вы аренду будете получать? Что там, 100 баксов стоит в Минске, однокомнатная квартира. 100 баксов в сутки? Да ладно, за сколько? Куда полпитера и Москвы трахаться приезжают в Пятницу, ты чего? Ну, посуточная, я знаю, когда есть когда-нибудь. Ой, какая она неумная. Послушай меня, то есть наоборот, какая... Это же переменчивый фактор. О чем ты говоришь? Ты говорила с риэлторами в Минске? Нет. А вы да, я чувствую. А я говорил с риэлторами в Минске. И они говорят, что это страшно. С пятницы, с пятницы забитые посуточные квартиры. С пятницы питерцами и москвичами. Которые, наконец-то... Которые восклицая, 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 они восклицают. Билан, жусь. Вот так, взглотая слюну, они говорят, славянская шамба, шамба. Я чувствую себя. Шамбала, славянская шамба, говорят. Нормого с просвети. Залезая под юбки глазом. Да, не это, чего там, москвичи же вот ездят, непотребно себя вести по-скотски. С тем, чтобы воздвигнуть все крепче. А ты под Волгоградом. И укрепить храм дружбы советско-белорусской, российско-белорусской. Славянской. Славянской. Храм дружбы, надо же пестовать как-то. Они туда раз, подлетели быстренько, и быстренько по суточную квартирку, и все, и вперед. Так вот она под Волгоградом. И она 75 миллионов рублей. Ну и дурак, Господи, поймите. Ну ладно, Волгоград, что там Волгоград, сама понимаешь, ничего там нет в Волгограде. Ничего там нет, там даже рыба и та из банок консервных, ни черта, никогда не было в Волгограде. Слушайте, всех поздравляю с праздником Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции. Прежде чем мы вернемся к теме, мы сегодня в знак праздника и в восхищении перед Великой Революцией. Слушаем песенки, поехали. Сейчас, сейчас будет, сейчас будет. Это барабан, это барабан сначала. Песня 72-го года. В смысле, исполняется она, вот эта запись 72-го года. Отряды спрашиваются, только в борьбе можно счастье найти, Кай-кай шагает впереди, Кай-кай шагает впереди. Видишь, товарищ, заряд поднимается, Вновь за работу народ принимается. В том, где труднее и круче пути, Кай-кай шагает впереди. Кай-кай шагает впереди. Видишь, смешет, голодный построенный, Вышли герои и стали героями. Кай-кай шагает впереди. Кай-кай шагает впереди. Видишь, смешет, голодный построенный, Шаг-кай шагает впереди. Кай-кай шагает впереди. Кай-кай шагает впереди. Видишь, смешет, голодный построенный, Вновь за работу народ принимается. ПЕСНЯ Подъем с Сергеем Даренко на русской службе новостей Кто считает, что вот эти курбан-байрамы, ну и уразы-байрамы, и вообще всякого вида байрамы Есть, ну или в любом случае, вот этот своз людей, в том числе гастарбайтеров в огромных количествах центра Москвы Есть демонстрация чего бы то ни было, количество, силы, в любом случае демонстрация чего-то Это по существу такой негласный призыв смириться с тем, что мусульманская община существенно выросла И мы должны что-то в этой связи предпринимать Кто считает, что это демонстрация, носящая в том числе искусственный характер Вот ты как думаешь, вот скажи, пожалуйста То есть там больше мусульман-москвичей или там больше гастарбайтеров Если там больше мусульман-москвичей, то с этим надо считаться, москвичей уважать и так далее Если Москва теперь мусульманский город, ну и прекрасно Значит, это так, это так его следует признавать, вероятно, да? Значит, если это гастарбайтеры и их искусственно, специально кто-то свозит по команде в центр Москвы То в этом во многом есть демонстрация В этом есть демонстрация не только ретивости в вере В этом есть демонстрация также, например, количества или силы, да? Да Вот что ты думаешь? У меня есть внутреннее ощущение, хотя я не видела, так сказать Здесь кто-то скорее гастарбайтеры, чем москвичи Ну как? Вот представьте себе, что вы... Давайте говорить об этом 788-1070, 788-1070, давайте говорить об этом Больше кого? Алла, здравствуйте, и что это? Вот 80 тысяч на проспекте мира Всего 170 тысяч, здравствуйте Здравствуйте Ну вообще элемент демонстрации, конечно, в этом есть Вот, и я знаете, что еще хочу сказать? Я вот тоже ходил первый раз в жизни на русский марш Вот как? И там вот все споры, там, то ли 10 тысяч, то ли 15 Здесь просто 170 тысяч сразу, немедленно и легко и просто 7-7, на русском марше было 7, как все утверждают 15 было заявлено организаторами Нет, знаете, Сергей, вот, по-моему, вот эта брехня Там, знаете, даже на взгляд И как-то вот я на футбольные стадионы там хожу Футбол просто смотреть Я могу на взгляд определить Ну, более-менее точно Ну, не 7, а больше, да? Вы знаете, я, как обычно на демократических митингах поступаю Беру данные милиции и беру данные организаторов И потом делаю на одну, ну, вот ту разницу, которая есть Делю на три и прибавляю к данным милиции Условно Вы говорите 15, вы говорите 15, милиция говорит, что 7 Между этим 8, 8 на 3 Делим 8 на 3, получаем 8 на 3, эй, скажи мне 8 на 3? 8 на 3, 2,66 2,66 получаем Прибавляем, получаем Примерно 9, 9, около 10 тысяч Вот так, около 10 Знаете, там улица Перерова вся была забита Вот просто абсолютно Ну, как тут, я не знаю, я посчитал Вот количество людей, которые в непосредственной близости находились Вот это было примерно 100 человек И вот, как бы, вот таких было, ну, точно еще 100 Слушайте, знаете, чего еще? Очень сильно поразил, там еще норвежский флаг Я сначала все... Алло, мол, секунду Да, вы здесь, вы здесь, вы с нами Норвежский флаг поразил Я думаю, какого ляда вообще тут норвежский флаг А потом кто-то, какой-то дурень, выкрикнул, что тут Брейвик с нами, представляете? О, вот там очень разные люди, как видите, были, да Спасибо Значит, слушайте, я думаю, что они не спросили у Папы Зю Папа Зю, когда ведет колонну, в ней минимум всегда бывает 50 тысяч человек Да? Да Папа Зю меньше 50 тысяч человек не водит И совсем все равно, сколько там людей Главное, что колонна была из 50 тысяч человек Вот я, да, нет, серьезно Это я знаю, правильно, правильная позиция Правильная позиция Вот, слушайте, что это было? Курбан Байрам Я вчера видел несколько таджикских и узбекских джентльменов за городом И они были страшно приветливы Они махали мне рукой, когда я проезжал То есть им хотелось, ну, делиться радостью Им хотелось делиться, им хотелось делиться каким-то восторгом Им хотелось быть, ну, хотелось быть приветливыми И не могу сказать, что это каждый раз так Они так обычно просто кивают А вчера они какие-то просто перлись от счастья, правда Вот видно было, что им офигенски как-то хорошо Понимаешь? Да, а я размахивал рукой в ответ А что я, какой, что я дурак, что я какой-нибудь, или у меня запор Они мне машут рукой, я им машу рукой Они улыбаются, я улыбаюсь А что я должен делать, интересно, изговняться и сделать такое лицо Тролл фейс, тролл фейс Такой, тролл фейс, да? Такое должен делать Типа, ну, не будем же, мы серьезно Нет, они смеются Они смеются, я смеюсь И все, и нормально было, классно Хорошо 788-1070 788-1070 Что это? Но все-таки, насколько искусственно 80 тысяч на проспекте мира? Алло, здравствуйте Алло Да, здравствуйте Алло, здравствуйте Ну, мне кажется, это действительно демонстрация силы больше, чем... Вот есть, у вас есть ощущение искусственности, тем не менее, да? Да, не то слово, вот и правильно, вот я согласен с предыдущим, кто звонил, что там ломаются копья по поводу, там, 20 или сколько там, 10 тысяч, ну, русского марша, да, собравшихся А как это организуется? Вы не знаете, кто-нибудь знает тонкости? Вот как это организуется? Ведь не вдруг же оказывается 80 тысяч на проспекте мира? И как-то надо привезти Они же общины, они же... Давайте спросим, кто разбирается, ребят, вот сейчас позвоните, кто разбирается, позвоните, кто разбирается, как это технически организуется? Смотрите, мы с Аножкой хотим свести 100 тысяч человек, например, петербургцев, я не знаю, так сказать, там, и каких-нибудь и так далее Мы с Аножкой хотим... Как мы это сделаем? У меня, например, я просто ума не приложу, я в растерянности Алло, здравствуйте Алло Да, как это технически происходит? Объясните Вот честно, я не могу сказать Не можете, 7-8-8-100-7-0 Как это технически происходит, ребят? Ведь неспроста вдруг, не с хрена, вот так просто сидит посреди Москвы 80 тысяч человек, показывает нам свои курточки Вот как это? Это же технически как-то должно произойти, Алло, здравствуйте 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 Марат меня зовут, как участник событий могу сказать Как? Это автобусы, это метро, что это? Ну, встаем с утра, садимся на транспорт, который довезет до мечети, едем Марат, минуточку, вот смотрите, вот когда я понимаю, там в церквушках, там есть пастырь, ну, у православных, я сам, по счастью, атеист Значит, у православных, то есть вам еще только надлежит меня обращать в веру, понимаете? Смотрите, у православных, так что вы можете заняться агитацией Я открыт для ухаживания, слушайте, нет, серьезно, 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 я язычник закоренел, и нахрен мне все это Слушайте, значит, у православных-то есть поп у каждого прихода, так? И он им говорит, что делать Он им говорит, что делать Он говорит, я батюшка и еси, а вы еси паства Значит, завтра придете туда-то У вас как это происходит? У вас что, есть тоже пастырь какой-то, который вам говорит, куда идти на автобус, куда ехать, или нет? Есть общеизвестные места сбора, мечети, где люди молятся Заранее говорить, известно по календарю, когда это будет праздник Что значит, вы знаете, если человек, допустим, татарин такой же, как я, останется дома И я после праздника приду домой, там, в соседний дом, и увижу его дом, я спрошу, что ты здесь делаешь? Ага, то есть есть ощущение... Поэтому все вместе пошли и помогли Есть ощущение долженствования, я понял, потому что вообще не будут смотреть косо Внимаю, вопрос, вопрос, вопрос А раньше не было по 80 тысяч, например, условно говоря, 20 лет не было 80 тысяч Куда они все девались? Ну, конечно, основная масса это приезжие, это гастарбаторы, это безусловно Они просто понаехали, как сейчас говорят Понаехали, я слышал, я слышал также, что татарская общественность недовольна не только среднеазиатским нашествием Но в том числе татары сдержано, как всегда татары делают сдержано Тем не менее критикуют даже и кавказское нашествие с их точки зрения Я скажу не от общественности, а от себя, если можно Да, да Конечно, вот я недоволен этим Они компрометируют мусульман и ислам Многими вещами, то есть не буду сейчас перечислять Я недоволен однозначно Да, я слышал от татар очень сдержанные реплики вот такого плана Спасибо вам, Марат, спасибо с праздником вас заодно, кстати Спасибо Ага, слушайте, значит, конечно, это гастары Конечно, это гастары Конечно, это гастары И тогда мы должны строить им мечети или нет? Настя, Настя либералочка Либералочка Говори, мы должны строить гастарам новые мечети? Вопрос Ну Они гастары, все, они люди Мы же их сюда привезли, фактически Мы их сами сюда пригласили Окей? Все Начать голосование Значит, основная масса, тем не менее, гастарбайтера Мы должны, да, 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 должны, да, да Строить им новые мечети, да 916-55-81 Нет ни хрена подобного 916-55-82 Голосуем Минуту одну, товарищи дорогие Одну минуту голосуем Мы должны, да, гастарбайтерам строить новые мечети Они люди, мы их сюда привезли Мы должны создать условия Чего мы их привезли тогда, интересно? С другой стороны, слушай Хрен ли они соглашались сюда ехать? А, что значит, ну Извини, голубушка, я тебе говорю Ты поедешь в библиотеки работать в Эдинбурге Эдинбург, знаешь, город? Ну, да А ты, например А я не знаю, кто ты А вдруг ты челдонка какая-нибудь, старообрядка Беспоповка Да И ты потом ходишь по Эдинбургу И, извини меня, качаешь права Ты говоришь А почему в вашем тут этом развонющем Эдинбурге Гарри Поттеру место нашлось В кафе поблизости А, понимаешь, ядрена мать Для беспоповцев-старообрядцев Хрена Вот ты говоришь так А я тебе говорю Да катись ты к своим беспоповцам Чего ты сюда приперлась? Я не укачусь Потому что у меня работа А у тебя работа Так, все, народ Вот ваше самосознание Слушайте меня Значит, 9,1%, да, 9,1% люди приехали Мы, как организация, как, ну как это сказать Мы как общество, как структурное собрание людей Некое структурированное собрание людей Государство и общество Их сюда позвали Следовательно, должны обеспечить условия Должны строить новые мечети 9,1% нет, не должны 90,9% нет, не должны Огромное число За одну минуту позвонило Огромное число людей Да, попробуем, что Идем дорогой Ленина, нет? Нет? Попробуем? Попробуем? А почему? А это же было уже, нет? Нет, не было Идем дорогой Ленина, товарищи С праздником С днем Великой Октябрьской Социалистической революции Рассветное солнце Встречаем мы песни Ему отдаем мы салют Дорогою славы, дорогою чести Дорогое солнце, пионеры идут Идем дорогой Ленина С дорогой в октябрье И пламена горит на наших глазах Весенняя лучистая заря И все, как все, в октябрье Идем дорогой Ленина Идем дорогой Ленина С дорогой в октябрье Идем дорогой Ленина С дорогой в октябрье Нам Родина крылья могучие дарит И мы отдаем им салют Идем дорогой в октябрье И пламена горит на наших глазах Весенняя лучистая заря Идем дорогой Ленина С дорогой в октябрье И пламена горит на наших глазах Идем дорогой Ленина Идем дорогой Ленина С дорогой в октябрье Идем дорогой Ленина С дорогой в октябрье Нас партия учит бороться на счастье И мы отдаем ей салют И так разнишь жизнь в мирах Идем дорогой Ленина С дорогой Ленина С дорогой в октябрье И пламена горит на наших глазах Весенняя лучистая заря Идем дорогой Ленина Идем дорогой Ленина Идем дорогой Ленина С дорогой в октябрье Идем дорогой Ленина С дорогой в октябрье Обзор печати Обзор печати Анастасия Аножко События в Европе, Греции Вот это самая центральная тема сегодня в прессе Но помимо этих прошедших праздников И мусульманских, и немусульманских Общенациональных Все прошло спокойно Если так коротко подводить итог На улице Москвы вышло в воскресенье 170 тысяч мусульман Но все произошло более-менее мирно Не то, что в прошлом году Когда хотели там баранов резать на улице В этом году этого ничего не было А что же в Каннах? Например, российская газета На первой полосе свою статью Главную так и озваглавила Каннский фестиваль Потом вчитываешься и смотришь Что речь совершенно не о кино А о Европе, судьбе евро и мировой экономики В новых известиях, кстати, о кино не было Под заголовок В Каннах большая двадцатка справилась Только с греческим премьером Там, вы знаете, в Греции Папа Андрео уходит в отставку Новое правительство будет сформировано И сейчас, соответственно, об этом все пишут Более-менее исправно Журнал «Эксперт» Сегодня, поскольку понедельник Выходит в свет Можно будет уже сегодня купить Тему недели «Исследования и разработки» Кроме того, есть статья, посвященная теме Среднего бизнеса и кредитов Называется она «Кредитуйте и вырастет» Ну, направление понятно «Экономика и финансы» Уже не страшно Еще одна статья «Российские предприятия извлекли правильные уроки С последнего кризиса И, несмотря ни на что, продолжают развиваться» В общем, такие довольно оптимистические Сегодня в «Эксперте» Заголовки и подзаголовки Кроме того, сегодня есть тема в новых известиях О замерзающих людях Оказывается, государство, на самом деле, тоже о них заботится По приблизительным оценкам В Москве от 30 до 50 тысяч бездомных Но это только официальная оценка И существуют социальные гостиницы для таких людей До недавнего времени они работали только для бывших москвичей То есть надо было предоставить бумажку, что ты лишился московского жилья Но сейчас это правило отменили Обязаны социальные гостиницы принимать кого угодно Но они рассчитаны всего на полторы тысячи мест Их восемь всего штук по всему городу И в московских известиях, значит, и про организацию под названием «Милосердие» есть Но ни одного телефона, к сожалению Никакой информации, как можно помочь Или куда обратиться, например, человеку, который нуждается в том, чтобы укрыться от холода А между тем этой ночью погибло два человека От холода, по сведениям информагентств Так вот, в новых известиях нет этой информации Если вам интересно, можете сами посмотреть в Гугле И как-то выйти на все координаты А в блоге на РУСНОВОСТЯХ В моем блоге есть как раз контакты центра доктора Лизы Если у вас есть чем помочь людям, которые замерзают или малоимущим То, пожалуйста, туда посмотрите Значит, про Большой театр тоже есть статьи Разрекламированная премьера Руслана Людмилы Которая должна была стать кульминацией торжеств По случаю открытия после реконструкции Большого театра Закончилась скандалом Из зала кричали позор Руслана Людмила в новой постановке «Детям до 16» Не рекомендован к просмотру Смотрите сегодня в российской газете рецензию по этому поводу И статья в МК «Отпетые отшельники» Про семью в Ярославской области Которую хотят лишить родительских прав за то, что они не водят детей в школу 10.30 новостей на Русан Русновости.ру Подъем Подъем с Сергеем Даренко На русской службе новостей 10 часов 33 минуты мы продолжаем это Русская служба новостей Слушайте, за Анастасией Аножко Так, 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 так Еще ненависть к мусульманам зашкаливает У кого зашкаливает? Что это? У кого зашкаливает? Наоборот, мы Байран Байрам Воистину Байрам Байистину Байрам Как ты говоришь? Я Воистину Ахбар надо говорить или воистину Байрам? Забыла? Я обычно Она атеистка, вот что Атеистическая сволочь Атеистическая сволочь Товарищи дорогие Атеистическая сволочь Я поганый язычник А в лице Насти мы имеем дело с атеистической сволочью Скажи, пожалуйста Агностическую Ты агностик? Опа! Пошла назад Пошла назад Пошла назад Ну я на всякий случай Струсила Струхнула Нет Подождите, Анна Подождите, Анна Струхнула, мать Только что была Этой самой Пусть ребята Варшавяночку найдут Ладно? Вот здесь Варшавяночку Сейчас мы Из машины Все-таки Я потрудился Вот я потрудился Послать коллегу в машину Сам-то я в машину не пошел Мне что-то вломало Вот Я послал коллегу И коллега Сердиня Сейчас мы в Варшавяночку Вам жахнем Ну пока, с праздником, дорогие товарищи, с Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции! Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ Правда, товарищ Правда! Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ Правда, товарищ Правда! Я все смогу, я клятву не нарушу, Своим дыханием землю обокрею. Ты только прикажи, и я не стружу, Товарищ Время, товарищ Время! Ты только прикажи, и я не стружу, Товарищ Время! Я снова поднимаюсь по тревоге, И снова бой такой, что пулем тесно, Ты только не взорвись на полдорогу, Товарищ Сердце! Ты только не терпись на полдороге, Товарищ Сердце! В большом дыму и полночи, и полдни, А я хочу от дыма их избавить, Ты только все, пожалуйста, запомни, Товарищ Памят, товарищ Памят! Ты только все, пожалуйста, запомни, Товарищ Памят! Товарищ Памят! Товарищ Памят! Товарищ Памят! 10.37 мы продолжаем, слушаем несколько очаровательных вещей. Спасибо вам огромное, спасибо всем, кто... И очень многие знают, и просят разный вечер, октябрь, шагает впереди и так далее. Вы знаете, идем дорогой Ленина уже была, наша Родина, революция уже была. Мы же не будем два раза одну и ту же. Гайдар шагает впереди, открывал час, как вы помните. И еще комсовольская дружба, и берем с коммунистов премьер была сегодня вещь прекрасная. Берем с коммунистов, 76-го года, ну вот и так далее. Очень много, очень много всего хорошего. Я вам прочитаю несколько новостей, может быть, так вот пока у нас коллектив там ищет Варшавянку, я понимаю. Это не так совсем просто, я думаю, да? Ну вот, ее найдут, Варшавянку найдут. У генерала МВД, сегодняшний коммерсант, сегодняшний коммерсант, роскошная статья, а у генерала МВД Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру, купленную за 9,5 тысяч рублей. 9,5 тысяч рублей, нет, не миллионов, нет. 9,5 тысяч рублей, понятно, да? Это чуть более 300 долларов. У нас у всех. Он заплатил. Чуть более 300 долларов, таким образом, смотри, давай считать 300 долларов, что он заплатил, за 106 метров, мама. Да, чтобы ты знала. Давай. За 106 метров. В этом комплексе дом на Смоленской набережной. Пожалуйста. Я тебе скажу сейчас, 300 долларов, 300 долларов, я делю сейчас на ваших изумленных глазах, на 106 метров, это Смоленская набережная, с видом на речку, насколько я понимаю, он платил за метр примерно 2,80 в долларах. 2 доллара 80 центов. Можно сказать, даже 68, нет, даже сколько рублей получается? 2,86? Нет, ну как мы, давай же тогда просто в рублях посчитаем, если тебе в рублях, я в рублях просто не понимаю. Но я могу, я могу, я все преодолею, и даже я пойму, как, что стоит в рублях. Понимаешь, я все преодолею, я же как Пудель Артемон, дико ученый парень. Ну все, начинаю понимать сразу. Значит, он заплатил 9500 рублей за 106 метров, за 106 метров, генерал МВД, на Смоленской набережной. То есть, по 89 рублей 62 копейки за метр, 89 рублей 62 копейки за метр. Так он продает его сейчас? Я думаю, с хорошим наварцем должен за 100 рублей метр продать. За 100 рублей, нет, 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 извини, с наварцем, с наварцем. Ага же, конечно, а ну-ка посчитай. Сколько вы накинули? А сколько, а сколько, а сколько там он дал ей? Две цены в Москве обычно люди делают. Он ей дал ремонт, он поменял унитазы. Нет, ну что ты, ну правда, он купит по 89 долларов за метр, а продаст по 100. Он продаст за 10600 эту квартиру рублей. Я думаю, так, да. Да, и целую тысячу рублей наварят. Конечно. Ах, зря, зря, зря я купил вчера новый телефон за 16 тысяч. Ах, у меня были деньги на квартиру. И смотри-ка, я профукал все. Я вчера купил Nokia за 16 тысяч. Вот дурак-то, а. А ведь у меня были деньги на квартиру на Смоленской. На две. Если постараться, вы бы у меня попросили две тысячи взаймы. Ну, в общем, на две. Я бы тебя взял две тысячи взаймы. Ты бы сегодня утром не ела бы бутерброды. Дала бы мне две тысячи взаймы. И я спокойно купил бы две квартиры. Две по 106 метров. Прикинь, две на Смоленской набережной. Одну под другой. Да? Сколько там стоит? Генерал, генерал, генерал МВД. Генерал МВД. Ну, там сколько стоит, в принципе. Я не знаю. Не надо, не ищи. Я думаю, что там двадцаточку за метр долларов. От двадцать. Я думаю, что двадцаточку. Потому что это элитный дом. Элитный дом на Смоленской набережной. Значит, там где-то должно быть 50-60 миллионов рублей. В смысле? В среднем, да. Ну, наверное, да. Ну, где-то шестьдесят миллионов. Шестьдесят миллионов. Шестьдесят, да. Шестьдесят, да. Я думаю, шестьдесят, она должна стоить в бетоне. А если сделанная, то должна стоить девяносто. Где-нибудь. Вот, дом на Смоленской. Цены упали. Да, упали. Дом на Смоленской набережной. У нас дешевле. Смотри, реклама какая-то. Да, поехали. Полицейские, приехавшие брать наркодилера, задержали коллегу-клиента. Старший лейтенант внутренней службы, сотрудник одного из подразделения Центрального аппарата, покупал амфетамин, в то время как оперативники МУРа 27-летнего, приезжего из Смоленской области, замели за амфетамин. А там, вот на этой точке, на этой фатере, в наркопритоне, сидел сотрудник Центрального аппарата МВД. Что? Рассуждение рассуждало? Что он там делал? Он наверняка внедрялся в вражескую среду с целью познать ее и нашпионить. Он покупал там амфетамин, 0,32 грамма, для личного пользования, он сказал. Говорит. Да? Да, 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 да. Он говорит, хочу, говорит, впендюриться, говорит. Вот. Но это, говорит... А что прибавил? А что? Имею право. А он имеет право? Конечно. Для личного пользования вам ничего не грозит. Он может себе? Он говорит, я, говорит, сотрудник Центрального аппарата МВД, я гражданин Российской Федерации. Почему я не могу тебе впердолить в Вену или куда там это? Понимаешь, он честный, как честный человек, правильно? Конечно. И он же защищает страну, и народ все время служит народу. А тут нужно чуть-чуть где-то, так сказать, сбросить вот эту тяжесть, эту тяжесть. Народ у него на плечах сидит все время. Он не может сбросить тяжесть, понимаешь? Еще смешная история. В Германии уборщицы... Никто не может найти мне варшавянку, я понял. Это каранты какие-то. Где же моя варшавянка? Где же моя варшавянка? Где же моя варшавянка? Тай-тай-тари-да-дара. Где? Где варшавянка? Унесли диск и все, и каранты. Нет варшавянки. Ну, слушай, тут начало до конца все песни, конечно. Ошалеть. Ребят, тащите мне варшавянку или уже что угодно теперь. Уже что угодно тащите. Ну, что же мне делать-то, а? Значит, в Германии уборщица испортила инсталляцию, застрахованную на 800 тысяч евро. Там была инсталляция. И вот это, кстати говоря, очень правильное отношение к современному искусству, я тебе хочу сказать. Была инсталляция из деревянных балок, палок, деревянных досок в человеческий рост. И под ней стоял таз с грязью. Да. Уборщица, когда увидела, что грязь в тазу, она его вымыла. А, собственно, разрушила инсталляцию. Она, правда, застрахована на 800. Восстановить невозможно. Сокрушается художник. Разве что, если честно говоря, снова туда грязи намешать. Там была патина, Сергей. Ну что? Патина. Ну, она ее смыла легко. Уборщица... Уборщица... Уборщица взяла хорошее какое-то, так сказать, там... Да, средство. Не обычное средство, а особое средство какое-нибудь, и все. Да, слушай. Значит, и еще. Это все смешные. И затули ветер ровно через минуту. Сейчас вернемся. Подъем. Да ладно придираться к генералу Хореву. Он хоть 9 тысяч за квартиру 106 метров заплатил. А у нас в Капотне, пишет Опрод. Местная милиция советовала не соваться родственникам оформлять наследство на квартиру от умершей тетушки. Тетушка умерла, а родственники сунулись оформлять наследство, а им менты сказали, что мы уже все оформили. Вы это самое... Ну, как-то мимо проехали. Дальше, дальше, дальше. Мимо. Мимо. Проходим дальше. Товарищи, не задерживаемся, товарищи. Не задерживаемся, товарищи. Ужасно, Сергей. Да. От 60 миллионов рублей там стоят в бетоне, действительно. Слушай, затули ветер, у нашей затули ветер. Скажи, пожалуйста, как ты опишешь внешность этой замечательной, удивительной девушки? Между тем, послушай, в то время как Анна Чапман безосновательно показывает сиськи, затули ветер продолжает там совершать фрикционные движения непрерывно. Сейчас уже все, сейчас уже ей не с кем, с ней никто не... Как это, голубушка? Теперь выясняется новый скандал. Оказывается, с ней переписывался и ей выдавал секретную информацию сотрудник германского МИДа. Да. 26-летняя россиянка Екатерина Затули-Ветер передавала в СВР, работала на СВР, и, как предполагается, на нее пахал сенатор, какой-то, значит, бывший сенатор или, так сказать, видный политик Великобритании. Кроме этого, она встречалась, не безосновательно встречалась, гормонально встречалась, гормонально встречалась с целым рядом офицеров НАТО. Да. И, кроме этого, на нее работал и признавался ей в любви непрерывно сотрудник германского МИДа, который пересылал ей секретные шифровки и вскрывал подноготную НАТО. Думайте, ей продолжат слать. Простая, русская, хохлядскими корнями девчонка. Затули-Ветер. Молодец же. Ну, умница. Конечно. Ну, умница. Понимаешь? Нет, я ревную вот почему. Потому что я за Затули-Ветер. Труженица. 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 А Чапман, мне кажется, безосновательно занимает вершину пирамиды сейчас и стала королевой шпионов. Чапман. Безосновательно. Затули-Ветер. Вот труженица. Вот пчелка. Вот слизистые оболочки-то. Вот они где. Вот где фрикции. А ты говоришь... Ну, ее в секрете уже. Что? Ей надо к нам и Чапман смещать, Чапман заместить. А Чапман послать туда. А Чапман туда. Отдать ее германскому МИДу. Счастливить. Германскому МИДу Чапман отдать. Ты поняла, нет, в чем дело? Вдруга. За Затули-Ветер надо спасать. Елки. Понимаешь что? Выводить ее оттуда. Ну, сейчас... Такая хорошая девчушечка. Вот она вот такая скромница и так далее. Вот улыбается на фотографии. Я прямо все в слезах весь, елки, а? Конечно. Ну, а вы боитесь, что ее... Я боюсь, что ее там за... Вот у нее с ее репутацией, ее не отпустят уже теперь. Вы боитесь? Да. Скажешь, ты уж оставайся. А мы ее выменяем. На кого? На всех, кто попадал в магнит. Не знаю. Так, 10-48, ребят. 10-48. Мы с вами прощаемся. На прощание я оставлю вам Варшавянку. Сегодня большой праздник. Я поздравляю всех с Днем Великой Октябрьской социалистической революции. И вот вам Варшавянка, только я предупрежу. Кажется, на этом диске, я его вожу в машине и не очень каждый день слушаю, очень старая версия. То есть это типа тридцатых годов записи. О, роково, мы вступили с врагами, На свеж часов мы без песни пришли. Но мы подымем гордо и смело, Знамя борьбы за рабочее лето, Знамя великой борьбы всех народов, За души мир, за святую свободу. На бой кровавый, сразу не правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! На бой кровавый, сразу не правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! Нам ненависты диванов короны, Цепи народа страдавальца мы чтим. Кровью народу, царитные дровы, Кровью мы наших врагов обогли. Без беспощадных, всем супостатам, Всем паразитам, трудящихся вас, Чинить и смирь, всем царям, Людократам, призам, поверья, И торжественным мечом. На борьбовый, сразу не правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! На бой кровавый, сразу не правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! Ну, прям восторг, а? А что следующее? Ну, мы уже не успеем послушать, Давай прям подряд, А что там дальше? Я прям, я сегодня, я знаю, Что я буду делать сегодня, Я буду ездить и... Это что, это что? Почему они так тоскуют? Это что-то у них... Сказать, что это мать? Что это? Дубинушка, голубушка! Да, моя дорогая, ты слышала? Это же пела! Дубинушка, присоединяйся! Но из песен одна В память врезалась мне Эта песня рабочей арте... Вот там, где сама пошла хорошо, А мы глумились, когда были маленькие, Я пел тоже в каком-то хоре, И пела Эй, Дубинушка, Пёрнем вместо Дёрнем Да? Да, Пёрнем, Пёрнем, Пёрнем Эй, Дубинушка, сама пойдёт! Эх, сама пойдёт, сама пойдёт! Пошли, рекламу всё давай! РУССКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ В ДВИЖЕНИИ В ДВИЖЕНИИ! Десять пятьдесят пять! Поехали! Я... Встречально... Выключили Дубинушку! Не, не специально! Почему мы специально выключили? Просто у нас хрометраж закончился, товарищи дорогие! Это я слушаю в машине, это диск из машины притащили! Спасибо! Да, так, интернационал, ну вот не успеваем с интернационалом, не успеваем никак, никак, ага! А что, ну давайте, ну первую, давайте, чуть-чуть наживим! А, мы унесли диск, что ли? Это я дурак, я его забрал! Нет, видишь, народ говорит, не надо нам продвижение, дай нам интернационал хоть чуть-чуть, пожалуйста! Пятнадцать километров пробка на Абкаде, вот, капотимся! Пятнадцать километров пробка на Абкаде, все успокоились, спокойно сидим! Да, пошли, чё там, где там у нас интернационал? У меня тоже тут тридцатых годов, они поют! Пятнадцать километров пробка на Абкаде, Весь мир голодных и рабов, Кипит наш разум возмущенный, И светлый бой вести готов! Весь мир, Россия, мы разрушим До основания, но затем! Мы наш, мы новый мир построим, Но ты ничем, тот станет всех! Пятнадцать километров пробка на Абкаде, Это есть наш последний и решительный бой! Ах, Анастасия, я плачу от счастья, Настенька! Хорошо, правда? А вот вам новость с лентой! Да ну её нафиг! Подожди, не надо бросить с лентой! Слушай, подожди! Ну всё, мы прощаемся, потому что мы уже у спортивного выпуска! Никто не даст вам избавления, понятно? Ни бог, ни царь! Никто не даст вам избавления! Ни бог, ни царь! Ни герой! Собьётся ты, оставождение Своей собственной рукой! Анастасия Аножко провела этот выпуск, Вячеслав Петров остаётся, чтобы рассказать вам о спорте! А я пойду и проживу его этот понедельник! 7 ноября